Приветствую вас. Спасибо большое за внимание на ответную оплату. Я постарался ответить на ваши вопросы. Их, как я понял, у вас два. Первый вопрос касается того, что вы не считаете для себя возможным, нудным, правильным, обладая определенной внешностью, совершать какие-то вещи, вести себя определенным образом и так далее. Вы знаете, вот, принадлежать честно, данная проблема, проблема целостности, восприятия, образа человека и его деятельности, она является, ну, если не сказать, что вечна, не сказать, что, так сказать, непрерывной, то, по крайней мере, очень серьезной. И достаточно, знаете, достаточно распространенной. Для начала, в качестве примера, мне бы хотелось привести тот факт, что в клипах, во всяких рекламах можно видеть определенных людей. Эти определенные люди, они, ну, выполняют роль, да, они представляют собой мобили, это мобили, призванная рекламировать или показывать какие-то вещи, какие-то там, приметы, одежды, там, макияжи и так далее. Ну, то есть, там людей подбирают специально под определенную идею. А вот в музыке, например, в музыке, там ситуация обстоит не так. Там то, как люди выглядят, например, в музыке, определяется не их внешним видом, а их стилем. Их наиболее выгодным отображением своих сильных сторон, сильных сторон своей внешности, и наибольшим купированием своих слабых сторон. Кроме того, деятельность этих людей, деятельность этих людей, слегка и купируют все их какие-либо внешние, физические, например, недостатки. Например, если брать ту же музыку, то, допустим, многие популярные группы, я не буду говорить, какие, потому что не очень надобираюсь о популярной музыке, но могу сказать, что многие популярные группы одеваются достаточно вызывающе, облабают яркой внешностью и так далее. То есть промоутеры для продвижения групп выбирают тех исполнителей, которые отличаются не только какими-то данными, а скорее внешностью, чтобы на эту внешность люди, соответственно, цеплялись, чтобы эта внешность была заметна и так далее. А если у человека действительно есть талант к музыке, если он талантом купирует вот эти вот препятствия, которые обычно чинят бюрократия и прочие для людей в процессе продвижения по, собственно говоря, личности, к известности, к знаменитости, да, то тогда у них все получается. И нужно сказать, что мы не выбираем свою внешность, мы не можем ее изменить, но мы можем своей деятельностью купировать все недостатки ее. То есть, если, например, вот вы говорите, что вы в постели с мужем чувствуете себя к лучшей и не представляете, как можно вести себя более раскованно, более свободно и так далее. Хорошо. Предположим, что вы были бы сами для себя идеальны. Если бы вы были сами для себя идеальны, то вы бы, наверное, ничего бы не делали в постели вообще. Зачем? Если бы одна ваша внешность, одно ваше естественное, допустим, движение бровей уже вызывало бы у мужа возбуждение, и вам не нужно было бы ничего для этого делать. Хорошо это или плохо? Это такая, знаете, обратная сторона того, о чем вы говорите. Хорошо это или плохо то, что имеет место быть? Ну, наверное, хорошо. Все, по-первых, по первому взгляду. Потому что вам не нужно ничего делать, мужчина, от вас восторги, все здорово. Но вы понимаете, что это произойдет раз, это произойдет два, это произойдет десять, а потом без души, без искренности, без ответной активности на активность мужа мужчине надоест. И какой бы красивый вы не были, он все равно будет искать себе женщину на стороне, которая отдавала бы ему именно чувственность. И поэтому вам нужно принять тот факт, что мужчина принял вас уже и полюбил такой, какая вы есть, и вы не должны быть красивее, и вы не должны быть лучше, потому что он уже изначально вас полюбил и принял такой, какой вы есть. Но вам своей деятельностью, своей активностью нужно купировать все ваши возможные недостатки. Если вы понимаете, что мужчина в течение времени, в течение, так сказать, вашего быта перестал уже заводиться от одного вашего вида, то вам нужно, естественно, приносить разнообразие. При этом разнообразие, в первую очередь, я еще раз говорю, купируется активностью, активностью усиленной вдвойне. Но ваш вопрос связан не только с индивидуальной жизнью, а он связан и с внешним видом, и с одеждой, и так далее. И здесь нужно сказать так, что вообще-то говоря, внешность не имеет никакого отношения к поведению. Можно видеть достаточно красивых внешних людей, но при этом их поведение очень скромное, их поведение очень зажатое, и так далее. Почему это происходит? Потому что это люди неуверенные в себе, либо привыкшие, что сзади им их внешний вид, им уже открыты все дороги. Но можно видеть и другую картину, когда человек, будучи не очень приятной внешностью, ведет себя настолько открыто, настолько искренне, настолько душевно, настолько чувственно, настолько, например, здоровительно смеется, что с ним нельзя не смеяться, смотри. И это значит, что если вы понимаете, что внешность у вас не самая приятная, то вам нужно брать другими вещами. И если говорить о том, что определенная внешность не подходит на определенные деятельности, то это лишь вопрос ассоциаций и привычек. Условно говоря, мы не ждем от некрасивого человека, от некрасивого внешнего человека, что он будет на сцене и на телевидении, но стоит нам увидеть, благодаря его, естественно, усиленному и в разы увеличенному труду его пару раз на сцене, и мы уже привыкнем, мы уже привыкнем его там видеть. А что же делать человеку? Человеку, который считает себя не очень уверенным в себе. Человеку, который считает, что его внешность, ну, не достойна того, чтобы он, например, был на телевидении или где-то еще. А человеку нужно просто делать свое дело. Не пытаться обратить на себя внимание, не пытаться понять, как он выглядит, даже не думать об этом, ибо и мысли об этом отвлекают. Когда человек пытается осознать то, как он выглядит, он моментально теряется, и у него прекращается какая-либо конструктивная деятельность. Но как только человек, начиная делать то, что он хочет, как только человек, так сказать, вплетается в работу, вступает в нее, целиком отдает себя работе, он преображается. Его лицо, пусть и не красивое, оживает благодаря внутренней энергии. И эта энергия куда более цепляет людей, чем все остальное. Чем, например, исполненная красивая песня красивым человеком, но без души. Гораздо лучше, если она будет исполнена, может быть, не очень красивым человеком, но тот человек, который спел ее, вложив в песню, в свою душу. И это, и это, в конце концов, является более ценным и более важным. То есть, иными словами, вам нужно концентрироваться не на том, как вы выглядите, стараясь, конечно, выглядеть по максимуму, но когда вы оказываетесь в ситуации, где нужно делать, делайте и не думайте ни о чем. Если нужно петь, пойте, пойте свое внимание концентрировать только на песнях. И люди, может быть, поначалу, смотря на вас и не понимая, как вы можете петь, по истечению времени, они проникнутся тем, что вы делаете. И они уже не будут замечать вашу внешность. Они будут видеть все в комплексе. Так же, как и вы будете видеть все в комплексе. То есть, вы и ваша деятельность это единое целое, а не вы отдельно и ваша деятельность отдельно. Соответственно, этот момент вам понятен. То же самое касается и поведение в постели. То есть, вы дарите мужу ладку, тепло и любовь, не думая о том, как вы выглядите в тюрьме, а желая доставить мужу наслаждение. Желая мужу подарить все, что у вас есть. И в этот момент вы не думаете о себе. В этот момент вы не думаете о том, какая вы. В этот момент у вас отдалище, единственная цель дать мужу все, что он заслуживает. Подарите ему любовь, подарите ему ладку и чтобы ваш мужчина получил самое яркое наслаждение. Если человек, если вы будете ориентироваться на это желание и на эту цель, то абсолютно неважно, как вы выглядите. а мужчина почувствовав ваш жар, почувствовав вашу страсть на внешность вашу, будет обращать самое-самое мизерное внимание. Именно поэтому можно говорить о том, что красивые люди никогда полностью любви не отдаются. Ну, по крайней мере, очень часто они полностью любви не отдаются, а так красивые люди, которые привыкли за одну внешность только любят, не умеют складывать душу. Тогда как люди, которые не обладают такой же яркой внешностью, берут своей страстью, истинностью, внешностью, природной, теплом и добротой. И вот это и нужно делать вам. Далее вы пишете про то, что вам вы мечетесь между яркой одеждой, одеждой, которая необходима для креативной работы и работы парикмахера и одежды, которая соответствует вашему образу идеальной мамы. Что здесь можно сказать? Для того, чтобы разрешить данное противоречие, у вас есть на самом деле несколько вариантов. Первый вариант это понимать, что вы не можете находиться в одной и той же одежде везде. На работе существует определенный дресс-код, то есть минимум или максимум, который возможен в выборе одежды. Естественно, что вы не можете прийти на работу, где люди занимаются стилистикой внешним видом других людей в той же одежде, в которой вы, например, отводите своего ребенка в садок. Это было бы неправильно, потому клиент хочет приходить к тому человеку, к тому специалисту, который сам своим видом показывает, что он знает толк во вкусе, толк в стиле и так далее. Тогда как в садике подобное естественно не нужно. И вы не можете, например, надеть, скажем, деловой костюм или вечернее платье и пойти в такой одежде в тот же садик. Но здесь скроется небольшая тонкость. Если вы придете в садик в такой одежде, то это будет нормально. То есть, ну, посмотрят на вас немножечко странно. Ну, удивятся там к тому, какую одежду вы выбрали и все. По сути дела, ваш выбор как вам одеваться. Но если вы спокойно, как вы выражаетесь, одежде придете на работу, то вас там скорее всего терпеть в такой одежде не будут. И попросят или поменять ее, или уволиться. Отсюда мы делаем несложные вывод, что предпочтение стоит отдавать той одежде, требования которой более жесткие, исследованию которой, следование которой является более важным. То есть, вам важнее сохранить стиль одежды для того, чтобы работать на любимой работе, зарабатывать деньги, чтобы вас не уволили. Чем, например, нравится тем, кто видит ваш мать ребенка, которого вы привели в садик, и который просто поставит нам о вас мнение, но это мнение никак не повлияет на вашу жизнь и никак не отравится на ваших деятельностях. Пожалуй, это первый вариант отдать приоритет и перестать опять-таки стараться угодить всем. то есть это вариант скорее, знаете, такого вынужденного присмотра образа идеальной мамы. То есть ваш образ идеальной мамы, он входит в противоречие с тем, что вы работаете. Только с тем, что идеальная мама не работает. Идеальная мама полностью посвящает время своему ребенку. И если вы хотите быть идеальной мамой, а это ваше право, никто вас не может в этом переубеждать. И я в том числе, если вы хотите быть идеальной мамой, это ваше желание на здоровье, то вы не должны в этом случае работать. Никак. Идеальная мама не работает. Идеальная мама полностью целиком посвящена только семье или и детям. Ну и мужу. Все. больше у идеальной мамы обязанностей и сыны нет. Если вы захотите работать, то вы волей-неволей предпочтения в работе отдаете в большей степени чем одежде домашней. Потому что, еще раз повторю, рабочие одежды влияют на вашу карьеру и деятельность, а также на обеспеченность работы, перенос этой самой одежды на роль родителя не несет сколько-нибудь серьезных последствий. То есть, мы ориентируемся здесь в выборе именно смотря на последствия, где последствия более серьезные. Я полагаю, что вы согласитесь с тем, что последствия серьезные там, где, собственно говоря, вы терпите больше убытков и больше минусов. А это все-таки увольнение и неприятие вас на работе. Следующий важный аспект, касающийся одежды, раскрывается через определение идеальной мамы. Откуда у вас такое определение идеальной мамы вообще сформировало? Что идеальная мама носит только спокойные взрослые цвета и так далее. Кто вам этот образ формировал? В каком это было времени и откуда он взялся? Может быть, там человек взял себя исходя из своих обстоятельств, исходя из своего времени, своих традиций, своих предпочтений, взглядов и так далее. Но вы не можете просто взять и принять чужой образ на себе, потому что у вас ситуация другая. Нужно для себя самой проработать природу этому образу и подстроить этот образ под свои реалии. Еще раз повторю, если эти реалии требуют работать, то и образ требует переработки. А в заправленном случае вы не сможете работать там, где вам удобно, там, где вам нравится, там, где вам есть перспективы развитие и так далее. Это очень важный момент. Откуда взялся образ идеальной мамы? Собственно говоря, третий аспект, касающийся данной проблемы, он, наверное, самый такой легкий. Вот вы говорите, что у вас есть противоречия между одеждинами, то есть и там, и там, и там, вам хочется выгляделить соответствующим образом. А кто мечтает переодеваться? Ну, вот, просто перед походом на работу переодевайтесь. Если вы знаете, что с работы вам нужно идти куда-то, где вы будете выступать в роль мамы, соответственно, перед уходом туда, еще на работе переоденьтесь. Или заедьте, например, в плотную уборную и там переоденьтесь. Все это можно сделать при желании. Если вы считаете, что вам обязательно нужно выглядеть определенным образом и на работе, и в местах, где вы выступаете в качестве мамы, и вы сами для себя не приемлютесь никаких изменений в этом плане, то нужно подстраиваться именно с точки зрения деятельности. То есть либо вы переодеваетесь, ищете время для переодевания, либо вы просто-напросто используете другие какие-то хитрости, чтобы, знаете, как бы верхняя одежда деловая, а под ней еще одежда уже домашняя. То есть тут как именно выкручиваться решать вам, но тем не менее вот такой вариант тоже нельзя сбрасывать с фишки топ. На самом деле с моей точки зрения наиболее приемлемым вариантом является тот, где мы с вами как бы прорабатывали образ идеальной мамы. Почему? Потому что первый вариант, где вам стоит отдавать предпочтение той одежды, которая определяет большее количество последствий для вас, это напрямую соотносится с тем, что о вас будут думать люди. Вас волнует то, что о вас будут думать люди. И когда мы об этом уже говорили и не раз, что в общем-то на общественное мнение обращать внимание не стоит, и что людям важны только свои интересы, и что важно, чтобы вы также преследовали свои интересы, если люди вначале из-за внешности не воспринимают вас в каком-то оплав, в каком-то образе, то это лишь только по первому времени, а потом они привыкнут и уже по-другому вас воспринимать не будут. Это вопрос восприятия и привычки. Человеку сложно воспринять какие-то вещи, для него кажутся несовместимыми, невозможными. Ну, как, например, вот неговцы люди совершенно не могут есть сладкое и соленое одновременно. для них это абсолютно неприятный скучь. А почему? Потому что в детстве они, и точнее с детства они всегда это как бы чередовать. Причем даже не чередовать, а сперва, например, соленое, а потом сладкое. И не наоборот. И даже наоборот, какое-то время предыдущим, человек вновь может повторить этот цикл и никак иначе. И, казалось бы, почему так вообще происходит? Ответ на этот вопрос скроется в том, как человек воспринимает вообще реальный мир. Вы, наверное, удивитесь, если я вам скажу, что мы видим не приметы, как таковые, не реальные приметы, а образы приметов, которые по сути дела являются следствием наших представлений о них. Например, если вы видите колесом стол, то вы воспринимаете его как стол именно потому, что у вас есть представление о нем именно такое. А из чего создается представление? Представление создается из освещения и преломления этого освещения в кристаллике человеческого глаза и из того, что нам с детства об этих предметах говорят. Какое назначение нам дают этих предметов? Вот именно из этих моментов складывается наше представление о тех или иных окружающих нас вещах. И если представление с детства нам будут давать другие, то и воспринимать мы будем эти предметы точно так же. Например, нам кажется невероятным, как, например, скажем, животные, например, обезьяны могут использовать тарелки для каких-то совершенно невероятных целей, например, для того, чтобы прибить муху или достать этой тарелкой приманку, которая лежит достаточно далеко. то есть они используют приметы не так, как мы, потому что у них нет представления об этих приметах таких, как у нас. И из этого всего можно сделать неслойный вывод, что особенность восприятия совместимости и несовместимости чего-либо у людей складывается благодаря формированию представлений. И представление о себе самом человек формирует прежде всего сам. Не другие люди формируют, а человек сам формирует представление о себе самом. И поскольку человек является самим собой, представляет собой такой же субъект восприятия, можно говорить о том, что человеку поначалу, по-первому, сложно, очень сложно признать в себе наличие совместимости в том, что ему казалось ранее несовместимым. Но человек понимает, что это всего лишь стереотип мышления, то есть определенные направления, определенные рамки мышления, которые мешают нам увидеть ситуацию по-новому. Вот и вам также стереотип мышления мешает, например, не обращать внимания на мнения других людей. Вам стереотип мышления мешает, например, из-за своей внешности вести себя свободно, спокойно и раскованно. И из-за этого получается, вы вредите лишь только себе и окружающим вас людям. Не нужно так, потому что стереотипы мышления являются ложными и ограничивают по сути дела жизнь человечка. Вот, пожалуй, так можно ответить на вопросы, которые вы задали. Надеюсь, что вам ответы помогут решить ваши проблемы. Я желаю вам всего доброго. Пишите, если будет необходимо. Я с радостью вам помогу. Всего доброго.